Самую популярную соцсеть в стране охотники на педофилов хотят закрыть. Они заручились поддержкой Православной Церкви и Союза Десантников России. Вконтакте они называют пособником преступников и средства распространения детского порно. Абаканские борцы за нравственность, на счету которых пока всего один пойманный на переписке с подростком, настроены не так радикально. Контакт же тут вообще никакого значения. Я не знаю почему, а получились против контакта, потому что нет. Контакт чист в этом плане. Там кто угодно может друг другом знакомить, но не педофилы с детьми никак. Поэтому это охота на ведьм. Из-за поднявшейся по всей России шумихи находить преступников все сложнее, признается Дмитрий. Но дело свое он и его помощники бросать не собираются. Ждут помощи активисты и от простых людей. Ведь о том, что мужчина, которого охотники сняли на видео, любит малолетних, знали почти все в его дворе, рассказывает Дмитрий. Но вот сообщить куда надо ни один не подумал. Зато теперь мужчиной заинтересовались следователи. В настоящее время проводятся исследования, изъятые у мужчины компьютерной техники на предмет наличия компрометирующей информации. В этом году Следственный комитет уже завел 21 уголовное дело по подобным преступлениям. В соседнем Красноярском крае статистика еще печальней. Зато и борцы с педофилами действуют радикально. Один из интернет-роликов наглядно это демонстрирует. Я никого не трогал. Присядь. Присядь. Ну присядь, б***ь. Сядь. Понял что ли? Я не буду. Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии Сергей Сапеев поддерживает таких активистов. Ведь государство сейчас с защитой детей не совсем справляется. Например, в пришкольных лагерях совсем нет охраны. И прийти в гости к детям может любой прохожий. Однако самосуд Сергей Сапеев, как юрист с многолетним стажем, никак не понимает. Основная масса педофилов, это же в принципе и больные люди, да, то есть его можно бить до бесконечности, но если у него с головой немножко не в порядке в этом плане, то это мало как повлияет. Поэтому и ввели сейчас меры и кастрации, и другие меры. Схема действий борцов с педофилами одинакова по всей России. Заводят анкету на сайте знакомств от имени подростка, вступают в переписку со взрослыми и ищут среди них любителей недетских контактов с несовершеннолетними. В разговоре несколько раз упоминают свой возраст, чтобы преступник не смог потом отвертеться. И назначают ему встречу, которую фиксируют на видео. Но продолжение в виде реальных уголовных дел – это скорее исключение. Основатель ВКонтакте Павел Дуров тем временем активно защищает репутацию сайта. Только за последние пять дней в фильтре соцсети удалили полторы тысячи роликов с детской порнографией. Руководство сайта в свою очередь обвиняет охотников на педофилов в призыве к насилию. И напоминает, что пожаловаться на ролики, содержащие порнографию, может любой пользователь. Мария Дудник, Евгений Сульбереков. Новости, 7 телеканал.